друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж последний день этой недели прекрасно складывается для нас продавцов доллара потому что индекс американской валюты активно снижается друзья я думаю что то ослабление которое мы видим в рамках азиатской сессии это только начало более мощное снижение пойдет на европейских торгах и закрепиться очень классным результатом уже под закрытие сегодняшней торговой сессии и соответственно всей недели почему произошел такой позиционный скажем сдвига и отказ трейдеров от желания и намерения поработать с возможной технической коррекции как раньше мы видели что индекс доллара пытались забросить выше 91 понты и почему все-таки инициатива перешла к продавцам мы ждем новые меры экономического стимулирования друзья и сегодняшняя торговая сессия она важна еще и а потому что как раз это решение должно быть озвучено я не буду ручаться на сто процентов за то что сегодня мы получим какую-то конкретику по вот этому мощному фонду на 908 или девятьсот шестнадцать миллиардов долларов но судя по последним заявлениям и комментариям главы минфина стивена мучина то что сейчас достигнут уже с палаты представителей серьезный прогресс и решение можно ждать в самое ближайшее время подогрела этот новостной фон еще нэнси пелоси которая также после заявления мучина прокомментировала что действительно прогресс существенный конгресс работает над тем чтобы принять окончательное устраивающее всех решения по адоп стимулирования американской экономики и осознает то что вот этот фонд финансовой помощи жизненно необходим для сша и в связи с этим даже не думает о том чтобы уйти на рождественские выходные на затяжные выходные до того как не будет принято фактические решения о том как власти республиканцы демократы и законодатели будут помогать американской экономики это с одной стороны друзья для нас сигнал что ближайшие две недели точно будет какой-то пакет о финансовой помощи но почему я все таки делаю акцент на сегодняшний день сегодня истекает последний день когда у власти есть возможность есть скажем необходимость согласовать финансирование собственно выполнение им их профессиональных обязанностей то есть сегодня истекает фонда поддержки фонда опять же тех же самых и зарплат средств которые идут на обеспечение государственного аппарата власти и если в такой период времени не принимается решение об увеличении финансирования то соответственно экономика оказывается в заложниках у шатдаун я думаю что многим из вас этот термин знаком последний раз происходила приостановка работы правительства в декабре по моему 2018 года и тогда без денег и без правительства чиновники сидели больше 30 дней я думаю что сейчас все таки такого не будет шатдаун сейчас наверное меньшее что нужно для американской экономики в условиях к вида поэтому фонд будет согласован и ранее говорил что это отличная возможность как раз к этому фонду а точнее этот фонд приплести к более широким и значительным мерам фискальной и бюджетной поддержки то есть согласовать единым фронтом вот а тот пакет стимулов который мы с вами обсуждали уже неоднократно и если друзья сегодня это решение будет принято то соответственно будем дожимать под закрытие дня американскую валюту до 90 пунктов или даже ниже данные которые вышли вчера это данные по инфляции заявкам на пособие по безработице важная статистика и традиционно как я и говорил друзья данные разочаровали в принципе это было понятно заявки на пособие по безработице серьезный рост почти на 150 тысяч со 700 с копейками скажем так до 853 тысячи новых обращений такими темпами снова скоро увидим миллион данные по инфляции 0,2 процента роста в месячном выражении и в годовом 1,2 процента то есть действительно рост денежной массы даже несмотря на подавленную потребительскую активность из-за действующих мер социального дистанцирования ограничений роста потребительских цен происходит это обголосок опять же инфляционного давления которое вызвано обесцениванием национальной валюты из-за значительного роста денежной массы друзья это классическое определение инфляции много раз я вам говорил что чем больше денег будет вливаться в американскую экономику тем соответственно больше будет а вот этот прессинг на доллар и мы это сейчас прекрасно и наблюдаем поскольку у нас на повестке еще до вливания больше чем на 1 триллион долларов смело можем готовиться к тому что инфляция будет расти ставки будут низкими доходность американских облигаций тоже будут лежать на дне и доллар будет снижаться возможно даже ниже 90 пунктов золото 1838 друзья ни в коем случае не позволяйте себе где-то со стороны навязать позицию о том что золото не будет расти если вы считаете что золото не будет расти значит вы должны быть уверены в том что доллар например с текущих значений восстановится и улетит там основу к максимуму в районе а сотки я надеюсь вы понимаете что ну при таком фоне это маловероятно доллар-канадец вот здесь и конечно же признаю поторопился потому что очень большая ставка была сделана на то что нет все-таки с учетом текущего фундамента развернут и потащат вниз но вчера мы увидели кофе рубки выше 50 долларов за баррель впервые с марта двадцатого года такое ощущение что вообще не существует никаких проблем с мировой экономикой рост соответственно нефти привел к тому что канадский доллар существенно укрепился и сейчас котировки 127 27 мы заходили в позицию там в районе отметки 128 друзья я из этой сделки вышел но ничего страшного по нефти еще остается трейд сделка направлена на то что этот инструмент нужно все таки снизить я помню и видел в комментариях очень много друзья ваших позиций о том что вы разделяете такую же точку зрения вы согласны что с позиции фундамента очень странно видеть сейчас нефть на таких высоких значениях ну что есть то есть друзья я не могу объяснить текущий рост потому что он мне кажется абсурдным да его объяснить невозможно спекулятивная ставка которая сделана со стороны крупных игроков явно указывает на то что они сейчас руководствуется желанием добраться до каких-то более высоких значений где эти значения будем надеяться что все-таки существенно выше текущих значений рынок нефти не уйдет nzd и везде новозеландец против доллара здесь все замечательно 071 100 пунктов до цели пока работаем биткойн корректируется ниже 18000 альткоины валится еще сильнее я думаю что по биткойна можем добраться сожалению друзья не хочу портить вам настроение но даже до отметки 15-16 тысяч и потом уже снова будем смотреть как действовать евро против доллара рост как и предполагалось большое спасибо европейскому центральному банку порадовал кристин лагард приняла решение увеличить действующую программу экстренного кредитования еще на 500 миллиардов долларов евро точнее соответственно общий фонд этой программы уже составляет 1 и 850 1 триллион 850 миллиардов евро сегодня друзья на саммите есть может быть принято решение о более емком пакете помощи уже для всей еврозоны собственно речь идет о фонде почти в 2 триллиона евро следим то есть потенциально европейская валюта вот-вот с минут на минуту может получить еще большую поддержку по поводу комментариев на руководство европейского центрального банка уже постфактум заседания улучшенные перспективы экономического роста в прошлый раз месяц назад фактически ожидалось падение экономики в рамках двадцатого года на 8 процентов сейчас из-за в том числе меры экономического стимулирования ожидается спад на 7 3 процента европейский центральный банк не стал менять процентные ставки и правильно сделал задействовал еще несколько инструментов смягчения монетарного режима я не буду вам забивать голову ими кому интересно можете покопаться найти но самое главное это увеличение программы экстренного финансирования о чем я уже сказал на этом позитиве рассчитываем на то что экономика еврозона будет восстанавливаться быстро быстрее чем другие и соответственно продолжит аккумулировать в своих активах национальных активов все больше больше денег зарубежных инвесторов это приведет к еще большему росту соответственно и рынка фондового и европейской валюты ну и плюс ко всему все что все что я сказал по доллару сейчас это причина снижения на баксы соответственно возможность отыгрывать все это через ралли рисковых инструментов фунт против доллара 1 33 08 до воскресенья будет скорее всего развязка друзья повторяю что если торгуете фунтом не оставляйте сделки на выходные в понедельник нас ожидает открытие с гэпом и я буду друзья в первых рядах на открытие торговой сессии понедельника потому что очень хочу увидеть слабый фунт на этом все спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока пока пока